Всем привет! Меня зовут Арига Чо, и вы на канале Арига Чо Паруда. Сегодня мое видео будет про мои последние весенние покупки в стиле японском лолита. Одна даже покупка была еще зимой, но я ее не показывала здесь, писала только в телеграме, поэтому покажу ее здесь во всей красе. Не забывайте, что у меня проходит сейчас конкурс под моим предыдущим видео. Посмотрите его, там все правила есть. Если хотите, если приз вам понравится, я его анонсировала полностью, то обязательно принимайте участие. И также в этом видео я покажу свои покупки с лолита маркета и также расскажу о том, как он вообще прошел. Так как влог я не снимала, влог вы можете писать у моей подруги Тань. В сумме может показаться, что лолитных покупок не так много, но если честно, это что-то не больше, чем за последние несколько лет, когда я была очень пассивно в стиле. Только смотрела релизы, мне ничего не нравится и проходила дальше. Этой зимой у меня просто накрыло, я снова решила, что хочу одеваться в стиль лолита, что он все еще так уже мне нравится и поэтому активно занялась пополнением гардероба. Именно сейчас, когда это почти невозможно. Ну, как есть китайские вторички и так далее. Также все места, где я покупала вещи, я вам обязательно укажу в описании видео. Не забывайте туда заглядывать. А также подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я всякие новинки, интересные находки, все выкладываю. А еще я теперь продаю свои вещи на Авито. Свои не то есть, которые я там шью или что-то еще, а те, которые мне уже немножко не подходят к гардеробу, которые я думала, чтобы носить, но не ношу, или те, которые я носила и поняла, что сейчас, к сожалению, я не хочу уже их носить. Но они все еще хорошие. Очень много японских вещей и ассортимент будет пополняться. Так что заходите, ссылку тоже оставим на свой Авито. Потому что уже там первую сумочку сегодня девушка получила, и вроде бы впечатление положительное. И я тоже сейчас очень стараюсь. У меня, конечно, сейчас красивой упаковки нет, я упакала в обычные пакеты, но в целом очень стараюсь, чтобы все доходило хорошо. Первую покупку, которую я вам покажу, это, кстати, моя последняя на данном моменте покупка, то есть ближе всего к съемке видео. Это вот такая розовая юбка от Bodyline с клубниками. Bodyline это очень-очень бюджетный японский JSF бренд. Говорю JSF, потому что там не только лонита, там был и косплей, и какие-то хардзюку, айдол образы и так далее. Там можно было купить и карнавальный костюм на Хэллоуин, например. И вот эта юбка с корсажным таким поясом, что мне очень нравится, потому что я не очень люблю лонитные юбки, за то, что их очень сложно сочетать с блузами, с кардиганами. Сарафан надел поверх блузки и куда угодно. Платье вообще просто надел, платье, и шикарно. А юбка, это вот как-то линию нужно красиво украсить, талии и так далее. Но когда есть корсажная лента, то все становится сразу намного лучше. Я уже вижу летние образы на пикнике в этой юбке. Я уже хочу там блузочку, шляпку с клубничкой, гольфы, туфли и все. У меня сейчас вид вещей очень мало. Все блузы у меня лонитные черные. Поэтому гардероб будет выполняться сейчас аксессуарами максимально, потому что пока, если честно, мне ее почти не с чем надеть. Булуза, которую вы видите на видео, она вообще не лонитная и не очень она подходит к этому стилю. Мне очень понравилась юбка. Обошлась она мне в 2000 рублей. И покупала я личной встречей в Москве. Объявление я нашла на Авито. Договорилась с девушкой, встретились. Чуть потерялись там в метро. Но все было отлично. Я купила эту юбку новое, качество отличное, глаженное. Никаких нареканий, вообще очень здорово. Она такая пышная, добротная. Бодилайн сразу тут понятно, бюджетно, но очень хорошо. Мне очень нравится. Я надеюсь, что летом только в ней и буду ходить, особенно на алитое мероприятие. Также у меня сейчас небольшая обсессия с клубникой. Я ем клубнику килограммами. Я покупаю вещи с клубникой. Вообще очень люблю клубнику. Некоторые сорта называются Виктория. Совпадение не думаю. Вторая покупка, про которую я вам расскажу, это JSK, то есть сарафан. От бренда японского Baby The Stars Shine Bright. Сокращенно мы его называем Baby. И я сейчас посмотрю, как он называется, потому что, ну, платьица Усак Кюмя. И все, собственно, что я о нем знаю. Итак, этот JSK называется My Friend Усак Кюмя Кими Квартик Софи. Окей. У меня в розовой расцветке. Покупала я также этот сарафан на Авито. И снова не было никаких проблем с покупкой. Все, продавец мне объяснил. Тоже была личная встреча в Москве. Быстренько договорились, быстренько выпила. Прям очень хотел побыстрее купить. Вдруг кто-нибудь у меня его увидит. Были небольшие проблемы с платьем. Но продавец сам об этом не сказал. И сделал еще дополнительную скидку. По-моему, поэтому оно обошлось мне в 8 или в 9 тысяч рублей. Уже совершенно другая сумма. Потому что это японский бренд. Сарафан какого это года? Сейчас посмотрим. Сарафан 2010 года. То есть ему уже 13 лет. И, собственно, сейчас, к сожалению, в России, из-за того, что доставка в Японии закрытая. Точнее, из Японии к нам. Японские вещи становятся такой редкостью. И многие начинают прям задирать цены. Вы больше этого нигде не купите. Только у меня. Но тут, мне кажется, достаточно хорошая цена вышла. Мне очень нравится. Есть немножко пожелтевшее кружево. Но, если честно, для меня не смертельно. Но посмотрю, что еще можно с этим сделать. Само платье оно такое красивое. Во-первых, я обожаю усакюми. Усакюми это мишка в костюме кроличка, зайчика. Поэтому усаги и кума это зайчик и медведь по-японски. И вместе это усакюми. Очень миленько. То есть, это медведь, который хочет быть миленьким и хочет быть зайчиком. Собственно, то, чем я занимаюсь по жизни. Медведь, который хочет быть миленьким. Высосни. Мне кажется, это платье сарафан просто красивый в розовом цвете. Прям, а, вообще моя любовь. В черном еще очень красиво, но в розовом. Я сейчас прям угораю по-розовому. Поэтому мне он очень понравился. Я так увидела его на вид. Сразу начала писать, никто не купил? Нет, все, я беру. Вот мои деньги. Вишенки, розовый, усакюми. Все, что я хотела, все там есть. Обожаю его. Материал очень классный. Мне нравится. Но тоже беспокоюсь только о том, что он уже немножко старенький. И надеюсь, что всем с ним будет хорошо. И что я не буду его особо пачкать. Третья вещь, про которую я хочу рассказать, это платье, которое на мне. Triple Fortune тоже японский бренд. Они к нам приезжали на Готни Катулита фестивал. Два года, насколько я помню. Дизайнеры там Баби и Каэ. И они еще заодно вступали. Такой мюзикл. У них был концерт. Талантливые очень девушки. Очень интересные. Мне довелось с ними пообщаться. Так в нашей кавер-команде целиком. Очень приятные в общении, но немножко странные. Но это здорово, мне кажется. Это такой экспириенс интересный. Во-первых, в стиле Лолита у меня есть две любимые тематики. Это леопард, звериный принт и милитари. Обожаю. Вообще люблю униформы любую. Медсестры, врача, милитари. Обожаю камуфляж. Вот в стиле Лолита это прям мое. Но как вы понимаете, это достаточно редкая тематика. Особенно такой анималистичный принт в стиле Лолита. Поэтому когда в группе, это уже не Авито. Это уже группа продаж лолитных ВКонтакте. Ссылку оставлю в описании. EGL Sales. Elegant Gothic Лолита Sales. Где от каждого свой профиль. Есть отзывы. Вы пишите там отзывы после покупки. То есть следим за репутацией наших продавцов. И тоже все отлично с продавцом договорились. Отправили мне его. Были небольшие проблемки с вышивкой. Но уже отнесла, починила. Все отлично. Все теперь красиво. Я хотела именно в этом JSK пойти на маркет. Но тогда еще не успели его починить. Поэтому сегодня в первый раз его надела. На самом деле только забрала недавно. Кстати название у этого JSK очень простое. Leopard Print JSK. То есть без каких-то там фантазий по поводу названия. Это платье 2019 года можно сказать свежее. Серые рецептки мне тоже очень понравились. Возможно даже я бы больше хотела серую. Но и классическое очень красиво. Мне очень нравится. С этими ушками просто супер. И я думаю, что мой капор от Keeper Fortune тоже к нему хорошо подойдет. И вообще хочу попробовать с ним сделать такие дерзкие образы. Может быть с кожанкой или еще что-то. Такой панк образ. Может быть добавить куда-то красную клетку. Идей у меня просто бьет из головы. Тут какой-то мега огромный ширинг на спине. Там очень длинные какие-то веревки. И я пока не очень поняла, как это все завязать. Поэтому спиной особо не показываюсь. Еще вот этот пояс, он идет отдельно. Можно без него, можно с ним. Можно его на голову повязать. Знаете, прическа такая у вас челка. Тут два таких начеса. А тут вот так вот перевязана эта повязка. Вот этот бант. Мне кажется, это будет очень красиво. Но это ведь все мои фантазии по обоим следующих образов. Очень классная GSK. Оно длинное. Это стопроцентный полиэстер. Он такой гладкий, а-ля подшел, что ли, что ли. Как объяснить. В общем, гладенький такой. Мне очень нравится. Красота. Я сейчас просто открыла профиль этого сарафана в логидной библиотеке. В Логлибрере. И смотрю, что тут грудь из-за ширинга от 81 до 130 сантиметров. То есть это платье вообще подойдет многим. Но буду носить его. Простите, пожалуйста. Вот этот леопардовый GSK обошелся мне в 13 800. Но мы договорились, чтобы скидку небольшую сделать по поводу того, чтобы я сходила в ателье. Просто за сумму ателье мне скинули, чтобы я это починила. И, собственно, продавец пошел навстречу. Хотя на фотографиях, да, видно было, что там есть зацепка на вышивке. Но я не обратила внимания, потому что я леопардовый GSK от Triple Fortune. А я, знаете ли, очень люблю японские бренды. Я так на китайцев не бросаюсь, как на японские бренды. И я вообще мне все затмила. Я быстренько оплатила, купила. Потом уже только, ой, а тут-то надо идти чинить. Сама-то и криворукая. Ну, очень здорово. Надеюсь, что продавец на меня не в обиде, что я такая наглая попросила небольшую скидку. Теперь я хочу немножко рассказать про наш Лолита Маркет, который был, который прошел и который я посетила. Это уже второй Лолита Маркет в Москве. Первый я, к сожалению, пропустила, о чем очень сильно жалею. Второй Лолита Маркет мне очень понравился. Это было очень классно. Да, маленькое помещение. Возможно, мне очень хватало места, но это было очень круто. Это такой экспириенс. На МИТах уже все привыкли. Ты там сидишь, ешь, ты там разговариваешь. А тут ты раз по 10 минут идешь к Рейлам, смотришь, что-нибудь новенькое привезли. Нет, кто-то принес что-то новое. Кто-то пришел такой, у него там есть какие-то вещи с собой, чтобы пойти посмотреть. И вот так весь Маркет просто пролетели там 3 часа вообще незаметно. Плюс тебе есть о чем поговорить, потому что здороваешься там со своей подругой, со своей знакомой Лолитой и начать обсуждать, что вы там увидели, что-то вам понравилось, что-то вам не понравилось, что вы думаете по этому поводу. Из-за того, Лолита, цену за какое-то платье. Все это так прикольно, мне очень понравилось. Я действительно пообщалась со многими, познакомилась с теми, кого видел только в интернете до этого заочно. Вообще, эмоции выше крыши. Надеюсь, что скоро будет мид от Джейсов Замка. Как будто бы это не от меня зависит, да? Ну, не только от меня, конечно, от всех нас, но я тоже там участвую, поэтому очень хочу уже мид. Уже хочу выглядеть свои новиночки, раз у меня их так много. На Лолитомаркете я купила 3 вещи. Начнем с первой. Первая – это юбка от бодилайн с нотками. Просто классическая классика бодилайна. И она мне обошлась в 200 рублей. Ну, как видите, это просто кусок ткани принтованной, сшитой как в юбку. Ни кружев здесь, ничего что-то особенного нет. Ну и 200 рублей зато. Также на юбке этой были пятнышки, но они успешно отстирались. Юбку накрахмалила. И вот теперь она выглядит так. Очень хочу к ней рубашку купить, которой не нужно заправлять. Такие гольфы ниже колена с кружевом, рокинг-хорсы, может быть, чипец какой-то. Есть такие костики и все. Просто промо-бодилайна 2010 года. Очень классно. И я ее собираюсь носить, знаете, так, на повседневку, на шашлыки, может быть. То есть ее мне будет не жалко убить, в отличие от моих других Лолитовищей. Даже вот бодилайн с клубничками мне будет жалко. А вот эти нотки, вообще, просто хоть кросс в них бегать, я готова. Следующая моя покупка – это вот такой головной убор. Вот, сейчас, подождите, я... Вообще-то я должна была заранее подготовить все данные, но, конечно же, я этого не сделала. Поэтому сейчас посмотрим. Это головной убор от российского хендмейт-бренда Fairy Door Tail. Надеюсь, что я правильно прочитала. Первое слово, потому что это написано немножко по-странному для меня. Знаете, это слово, когда ты не вчитывался в него, он Fairy Tail, что-то там. А тут Fairy Bird Tail. И это бренд, он как раз на головных уборах. Шляпки, капоры и так далее. Я, когда увидела этот чипец с ушками, я на него смотрела в начале мероприятия, несколько кругов навернула, купила там следующее, что я вам покажу, последнее. И к нему сразу побежала. Все, мне это нужно, если вы еще не продали. Не продали и обошелся он мне в 700 рублей. По-моему, кажется, что это очень выгодная сделка. И он очень... Эти помпоны, это помпоны. И моя последняя покупка, с которой произошло, просто я посидела на несколько волос. Просто я, наверное, наполовину посидела, когда это произошло. Вот это JSK от Baby the Stars and Bright. Как он называется? Опять гуглить. Нашла этот JSK. Называется Tune Booked Print JSK. Тоже от бренда Baby the Stars and Bright. Это тоже достаточно старый JSK. Какого года? Сейчас я тоже вам скажу. 2008-го. Он еще старее, чем у Софима Фрэнс. Old School просто так и прет. Очень забавная история, что этот сарафан, он висел с самого начала мероприятия, когда я пришла, он уже был. Но этот сарафан, он без ширинга. Ширинг — это такие резинки, вшитые в спину, которые растягиваются, и, собственно, платье может надевать большее количество людей. Так как это старое платье, то тут ширинга нет. Все, молния сбоку, и застенулся. Так и застенулся. И вот все мероприятие. Я хожу, смотрю на него. Не купил ли я там кто-то его еще? И думаю, ну вот все, я больше себе ничего не нашла из одежды. Я, если в конце он будет, то я его себе куплю. Собственно, я уже собиралась уходить. И смотрю, да, висит этот сарафан, снова свободный. И решаю, что все, беру. Он старая коллекция, но очень хорошее качество. У него он хорошо сохранился. Но так как это старый бэйби-хлопок, он может прекрасно менять это черное платье, потому все рубашки, если светлые, скорее всего, потом покрасится. Поэтому пока я не рискую надевать со светлым, ношу с черным. Ношу. Я его еще ни разу не надевала никуда на выход, кроме как вот на это видео и на примерку просто. и иду к девушке, говорю, все, я его покупаю. Она такая уверенная. Его тут весь день меряют. В груди не помещается без шиллинга. Всем маловато. Ну, раз всем маловато в груди, мне в самый раз. Поэтому я такая, мне не нужно мерить. Я знаю, что я в него влезу. Мне не страшно. И все, ввожу номер телефона, показываю там все ли правильно или неправильно. Девушка говорит, нет, не мой номер телефона. Ну, ввожу номер, чтобы деньги перевезти. И я такая, оп, хочу нажать отменить, а ногтем случайно отправляю деньги. И вот я быстренько вырубаю приложение банка, но транзакция уже прошла. Я отправила деньги какой-то девушке. Я звоню в техподдержку банка. Там меня робот не переключает на оператора и посылает то, что вы не можете по номеру телефона раз переведить добровольно, все. Меня подружки успокаивают, то, что ты там пишешь заявку в банк, тебе вернут. У них есть там целая форма такого, когда в случае они перевели на тот номер. Но я уже понимаю, что как минимум платье, значит, я уже не куплю. Если деньги ко мне вернутся, то уже не сейчас. А сарапан, кстати, получается, четыре с половиной тысячи стоил. И я такая, чуть ли... Я не плачу, я не плакала, но у меня начало трясти. И я решаю, ну что уж, была не была, давайте позвоню девушке, которой я перевела. И вот я звоню, дрожащим голосом с ней разговариваю, говорю, что это... Вы можете проверить, пожалуйста, проверьте приложение банковское, проверьте там, все, я не мошенница. Я реально все вам случайно перевела. Она мне говорит таким приятным голосом, да, я вижу, я верю, верю. Вот как вас зовут? Она меня сверялась, типа, от кого пришел перевод. Видимо, вывода была, вдруг кто-то такой ушлый. Я называю свои данные все. Она такая, ну тогда я вам сейчас переведу, куда вам лучше перевести? Такая, у меня есть там двух банков, мне, пожалуйста, на любой, просто переведите мне, пожалуйста, деньги. Я вот сейчас случайно вам отправила, одной цифры ошиблась, не успела отменить. И она мне перевела деньги. То есть деньги ко мне вернулись почти сразу же, вот пять минут. И потом она мне еще позвонила, уточнила, сегодня пришло, сегодня хорошо. Я ей просто, не знаю, плакала, говорила, просите за беспокойство, я тут такая глупая, она там, все хорошо, ладно, ничего страшного, совсем бывает. Но я теперь все. Вообще, я вижу номер, руку в километр, все, там ее там водить из-за меня, просто я теперь в десять раз внимательнее. То есть у меня нет страха, у меня один страх теперь. И потом я снова иду, покупаю все-таки этот сарафан, так его не только у меня и не подошло по глади, я так понимаю. И довольная, ухожу с маркета, не получается, маркет обошелся в сумме в шесть тысяч рублей, это билет, четыреста пятьдесят рублей был в день, когда я приходила, то есть заранее билет стоил четыреста, я приходила и покупала вместе, поэтому четыреста пятьдесят. Головной убор за семьсот, юбка за двести и сарафан за четыре с половиной тысячи. Мне очень нравится какой-то сарафан спокойный, повседневный, но при этом красивый. Здесь маленький логотипчик Baby, тюльпаны, такой, знаете, вот как раз весенний букет там восьмое марта было не за горами маркет или прошло как раз восьмое марта какой-то, двадцать какого-то числа был маркет, да? В общем, мне очень нравится этот GSK, он такой строгий, но при этом с цветами, вроде бы милый и нежный. Мне кажется, что очень красивый. Прям понравился мне. И я очень рада, что я смогла его купить. И я всем рекомендую в следующий раз, если будет лолита маркет, например, летний или еще какой-то, обязательно сходите, если вы начинаете увлекаться стилем лолита или давно увлечены, но не видите в этом смысле для себя. Потому что совершенно другие ощущения, когда ты проходишь сквозь рейлы, там, листаешь все вот эти вещи, смотришь, и как будто бы, ну, не знаю, совершенно другой экспириенс, не то, что заказал и ждешь там две недели, три недели, два месяца, полгода предзаказ. Это совсем по-другому ощущается. Плюс, мне кажется, как-то легче даже начать общение с лолитами, если вы хотите познакомиться, потому что, ну, реально, можно что-то обсудить. Или там, вы, например, покупаете, у нее тоже можно разрезать разговор. Вообще. Или обсудить там то, что вот я бы хотел, чтобы на маркет принесли ему отец за 500 рублей, а что-то никто не принес даже за 50 тысяч. Очень интересный экспириенс. Все-таки тут и такая охота, ты ищешь, что будет такое купить, и общение, и есть что обсудить. Мне маркет очень понравился, если будет следующий, я обязательно схожу. Даже если ничего не покупать, это просто очень приятное времяпровождение. Единственная проблема в том, что в Москве такая дорогая аренда, что найти нормальное помещение, большое, чтобы всем было комфортно, еще и красивое, мне кажется, нереально, ну, и вход будет стоить на тысячу рублей, что уже дороговато. В следующий раз я думаю, что я принесу тоже парочку своих вещей на продажу, а в этот раз я ничего не продавала, только покупала. Вот такое видео у меня вышло. Пишите в комментариях, какие вам, что больше всего понравилось из этих вещей. Я буду ждать. Очень люблю читать ваши комментарии, даже если я не сразу лайкаю и отвечаю, я читаю все, сразу к ним не приходят. Поэтому, пожалуйста, если вам есть что сказать, то обязательно напишите. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте участвовать в конкурсе. Все правила в предыдущем видео. И всем пока. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok